Эта история об одном неуверенном себе молодом офицере. Трагическая история. Причем Куприн очень точно показал отношение высокоранговой женщины к среднеранговому мужчине. Повесть «Поединок» – самое значительное произведение в творчестве Александра Куприна. Написал он её в 1905 году. События происходят в тот же период. Если нет времени читать всю повесть, смотрите это видео и будете знать о книге столько же, сколько и человек, который прочитал её. Солдаты 6-й роты развлекаются на плацу. Пытаются одним ударом шашки разрубить глиняное чучело. Приезжает полковник, устраивает всем вынос мозга и уезжает. Подпоручик Юрий, он же Георгий Алексеевич Ромашов, получает четверо суток ареста за то, что попытался защитить перед полковником одного парня – татарина. Жизнь Ромашова в провинциальном городке скучна. Для развлечения офицер ходит на вокзал, где смотрит на приезжающие и отъезжающие поезда. А также на женщин. Парень был мечтателем или фантазёром. Как угодно. Любил представлять себя важным солдатом, которого все вокруг уважают за смелость, за ум, за… за всё. Временами Ромашов пьянствовал, временами потрахивал одну даму – Раису. В последнее время любил по вечерам ходить в дом к поручику Николаеву. А ходить туда причина была… Конечно же, женского пола. Шурочка. Вернее, Александра Петровна – жена поручика. В этот вечер Николаев был очень занят. Готовился к экзаменам в Петербургскую академию. Дважды уже проваливал экзамены. Это была попытка номер 3. Шурочка помогала мужу готовиться. Они вместе читали учебную литературу. При этом жена знала больше мужа. Она хоть сейчас могла бы сдать экзамен. Её достал этот провинциальный городок. Она хотела вырваться из него. Потому страстно желала, чтобы муж сдал экзамен. И они уехали бы отсюда. Очень скоро Ромашову дали понять, чтобы он шёл домой. И в очередной раз престижный подпоручик себе поклялся не приходить больше к Николаевым. Он каждый вечер клялся, что не придёт больше. Но когда яиц нет, то никакие клятвы не помогут. Ромашов пошёл к другу – поручику Назанскому, известному пьянице. С ним говорили о какой-то чепухе. Что вот бы встретить такую женщину, которую можно полюбить, но чтобы она об этом даже не догадывалась. Ходить за ней, подбирать афиши, которые она держала в руках. В общем, быть таким, как суицидник ГСЖ из гранатового браслета. Назанский рассказал Ромашову, что однажды любил девушку. Но у них что-то не сложилось. Она даже написала ему единственное письмо. Назанский дал прочитать его Ромашову. Тот взял и узнал почерк Шурочки – Александры Петровны. Шурочка писала, что им нужно расстаться. Хоть она его и любит. Подпоручик дал понять Назанскому, что знает, кто написал это письмо. Тот только отшутился. Странно, но уходя, Ромашов подумал, что это письмо невероятным образом дало ему какую-то надежду. Он даже сам не мог понять, на чём основана была эта надежда. Дома его ждало письмо от неудовлетворённой Раисы. Это та, которую он потрахивал иногда. Смысл письма был приблизительно таким – ты гад, потому что не пришёл ко мне. Я тебя ненавижу. На следующий день Ромашов остался дома, отбывал арест. От ничего не делания голова пошла кругом. Столько всякой херни ненужной передумал. А потом пришла Шурочка узнать, как дела у арестанта. Ромашов аж расцвёл. Но Шурочка пообщалась с ним недолго – побежала к мужу. Чуть позже за Ромашовым приехали. Полковник Шульгович, который назначил арест, хотел его видеть. Полковник раздолбал Ромашова за то, что тот бухает, как сапожник. А потом пригласил его домой на обед. Во время этого обеда Ромашов постоянно думал, как бы уйти оттуда. Но не хватало мужества сделать это. Вечером был организован бал. На него пришла Раиса – любовница Ромашова. Нашла его, чтобы сказать, что он подлец, ничтожество и всё такое. Сказала, что знает, где он бывает вечерами и ради кого туда ходит. Ромашов попросил Раису расстаться по-хорошему. «Нет, меня никто бросить не может. Это я вас бросаю». В общем, истерика закомплексованной и неудовлетворённой женщины. А напоследок Ромашов добил её, сказав, что ему противно было с ней трахаться без любви, без чувств, а так ради развлечения. «Я теперь никого не смогу полюбить чистой, светлой любовью. И в этом виноваты вы». Мда… Кем нужно быть, чтобы сказать такое женщине? Когда все вокруг танцевали, внезапно Ромашов подумал, что его жизнь скучна и однообразна. Через неделю, 23 апреля, Ромашов получил письмо от Шурочки. Она приглашала его вечером на именины. Ромашов обрадовался. Нужно было какой-то подарок купить, а денег не было. Зато долгов было много. Он стал в голове перебирать всех знакомых, у кого можно было бы одолжить. Один такой нашёлся – старик-подполковник Рафальский. Причём, по слухам, ему можно было не отдавать. Старик был чудаком. Дом одержал зверинец. Ромашов стойко выдержал экскурсию по дому и попросил 10 рублей. Старик без проблем дал. В 5 часов Ромашов на экипаже подъехал к дому Николаевых. Шурочка его ждала. А вот её муж, по мнению Ромашова, стал с ним как-то сухо общаться. Когда гости собрались, то сели в экипаж и поехали на пикник в лес. Там пили, играли в карты, прыгали через костёр. Когда стемнело, Ромашов пошёл в лес. За ним пошла Шурочка. Она рассказала, что этой ночью он ей снился и что её очень влекло к нему весь день. Когда Ромашов хотел её поцеловать, Шурочка сказала вот что – «Меня волнует ваша близость и наши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий? Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильны». Очень точное наблюдение Куприна – качественные женщины не хотят быть с жалкими слабаками. Шурочка сказала, что не любит своего мужа, но и с Ромашовым не будет. Это чудо упало на колени, стала её обнимать, ныть. «Почему ты не хочешь отдаться мне?» «Да потому что ты не мужик, Ромашов». Это не она, это я отвечаю. А она сказала, «Я мужу не изменяла и не изменю. Хоть его поцелуи мне омерзительны». «Хорошая самка ищет качественного самца, а вокруг одни дохляки. Если бы Ромашов был с яйцами, Шурочка дала бы уже давно». «Ну, а если я стану классным мужиком?» «Тогда да», – ответила она. «Вот она, мотивация стать лучше. Вот только эта мотивация не настоящая. Правильная мотивация – это когда человек хочет измениться не ради кого-то, а ради себя. Но лучше уж такая мотивация, чем никакой». А когда они вернулись к костру, то Шурочка попросила Ромашова не приходить больше к ним домой. Потому что муж получает много анонимок о них. Лучше не провоцировать его. Ух, какая Шурочка рациональная. Аж нравиться начинает. Через неделю полк выступил в лагерь. Солдат гоняли нещадно. За две недели Ромашов сильно похудел. Вечерами у солдат даже не было сил веселиться. Когда пришло время смотра, то генерал почти все роты забраковал. Только одна рота была хорошо подготовлена. Не Ромашова. А все остальные позорища налажал и сам Ромашов. Притом очень сильно. Во время входа замечтался и пошел неизвестно куда. А когда очнулся, то увидел позади себя сплошную кашу из солдат, идущих за ним. В общем, ему посоветовали перевестись в другую роту. Стыдно было так, что он даже решил вечером застрелиться из-за позора. Когда угрюмый шел домой, встретил поджидавшего его Николаева. Он сказал, что каждый день получает анонимки, в которых говорится, что его жена и Ромашов – любовники. Ромашов сказал, что знает, кто их пишет. Бывшую любовницу Раису, имея в виду. Николаев попросил Ромашова разобраться с ней. Ромашов пришел домой. На минутку прикрыл глаза и проснулся через пять часов. Ужасно хотелось есть. Тогда он пошел в столовую. Подходя к ней, услышал, как его капитан рассказывал о сегодняшнем марше. Я ему говорю – уходите-ка в другую роту, а лучше вообще из полка. Какой из вас офицер? Междометие какое-то… После услышанного входить не хотелось. Пошел бордить по городу под луной. И так ему одиноко стало, что аж выть захотелось. – Боже, как я несчастлив! – подумал он. Идет и дальше фантазирует. – Вот если бы я застрелился, они бы горевали. А поздно будет. – Боже, зачем ты отвернулся от меня? – Блин! Какой нытик! Не я сам виноват в том, что со мной происходит, а все вокруг. Они меня не понимают. Обычное размышление обычного лузера. Возьми, наконец-то, себя за жопу и начинай работать над собой, а не ныть. И тут ночью он увидел идущего солдата. Узнал в нем Хлебникова. Парня, который сегодня тоже облажался и которого за это избили его товарищи. Ромашов догадался, что солдат или дезертировать хотел, или свести счеты с жизнью. И в этот момент он понял, что его горе несоизмеримо с горем Хлебникова. Он обнял его и сказал так нужные для парня слова поддержки. По мнению Константина Паустовского, писателя, сцена встречи Ромашова и Хлебникова – одна из лучших в русской литературе. Она реально сильная. После этого жизнь Ромашова изменилась. Он перестал пить, ходить на танцы. Ел дома, а не вместе с другими офицерами. К нему стал часто заходить Хлебников. В основном поговорить. Шурочка никак из головы не выходила. Пройдет мимо ее дома – повздыхает. Как-то к Ромашову зашел поручик Веткин. Подарил ему выигранный в карте пистолет и позвал выпить. Ромашов хотел отказаться, но из-за отсутствия яиц согласился. Пацаны с другими офицерами набухались. А когда стемнело, поехали к проституткам. Ромашов все еще думал о своей Шурочке. «Да хрен с ней! Хочу женского общения!» Но потрахаться не удалось. В одного пьяного офицера, бег Агамалова, словно вселился зверь. Он стал кричать, буянить, выхватил шашку и стал крушить все вокруг. Все, кто был в борделе, выбежали на улицу. Почти все. Осталась одна фея и Ромашов. Фея начала кричать от испуга. «Дурак! Дурак! Армяшка!» Ромашов увидел, что бег Агамалов в порыве безумия готов был разрубить девушку. Потому подбежал и схватил его за руку. Потихоньку офицер стал остывать. А когда совсем успокоился, то пожал руку Ромашову. Мол, спасибо, что дурь мою остановил. Из борделя пацаны поехали дальше развлекаться в дом офицеров. Там Ромашов увидел Николаева – мужа Шурочки. Тот сначала сделал вид, что не заметил Ромашова. А потом, выпив, разгоряченный подошел к нему и сказал, что даст ему морду. Ромашов не стал ждать. Выплеснул ему в лицо остатки пива, которые у него были в стакане. Началась драка. Она продолжалась недолго. Офицеров разняли. На следующий день состоялся офицерский суд. Перед началом разбирательства Николаев попросил Ромашова ничего не говорить о жене и об анонимных письмах. Еще через день суд вынес решение. Спор между Николаевым и Ромашовым должен разрешиться поединком между ними. Поединок может быть отменен, если кто-то из них решит уйти со службы. Ромашову снова стало так одиноко, и он пошел к Назанскому. Это тот, кто до Ромашова с Шурочкой в любовь играл. Он рассказал другу о поединке с Николаевым. Тогда Назанский пригласил Ромашова прогуляться. Пошли на речку, сели в лодку и поплыли. Назанский оказался философом. Он рассказал Ромашову свое мнение о ценности человеческой жизни. Что нельзя вот так просто из-за глупых обид лишать жизни кого-то. После общения с ним Ромашов решил уйти в запас. А это значило, что в дуэли удастся избежать. Эх… Не выросли яйца у Ромашова. Как был слабаком, так и остался. Когда он вернулся домой, его ждала Шурочка. Ромашов сразу же стал восковым. Она могла делать с ним всё, что захочет. Как тонко автор описал это, читаешь и получаешь удовольствие. Шурочка сказала, что она слишком много вложила в свой проект под названием «Муж поступит в Академию и заберёт меня из этой дыры». А тут Ромашов со своей дуэлью всё это может вмиг разрушить. «Хочешь, я откажусь от дуэли?» «Нет! Мужа не примут в Академию, если офицер на дуэли не будет стреляться. В общем, мой друг, ты стреляйся! Но мужа не убивай!» Вот здесь нужно было её послать нахер с таким предложением. Она ведь фактически предлагала ему погибнуть ради её переезда. А он… А он только трахнул её, так как она любезно разрешила ему это. Не он сам потребовал от неё секса, а она позволила. Ведь понимала, сучка, что об этом никто уже никогда не узнает. Что муж завтра завалит его на дуэли. Точно как самка-богомола. На следующий день в 6 утра на дуэли Николаев выстрелил Ромашову в живот. Ромашов не стрелял. От внутреннего кровоизлияния через 7 минут он умер. Всё. Одним лузерам на Земле стало меньше.